МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Урал-1 городские новости. Меня зовут Инна Мельникова. Здравствуйте. Ледяные планеты, звезды и даже космический корабль. Какие скульптуры появятся на главной площади Челябинска этой зимой, продемонстрировало городское управление культуры. Ведомство опубликовало видео с 3D-моделью будущего ледового городка. Городок возведут только в конце декабря, но прогуляться по нему можно уже сейчас. Такую возможность открыла виртуальная экскурсия. Горожан могут поближе рассмотреть планируемые ледяные скульптуры. Здесь и марсоход, и пришельцы, и ракета. Объекты соответствуют теме этого года «Челябинск космический». Помимо скульптур появятся световые конструкции и фотозоны. Всего на площади разместят 40 объектов. Жители уже начали отставлять отзывы. Многие нашли в проекте недостатки. Однако по-настоящему оценить ледовый городок этого года можно будет после его официального открытия 22 декабря. Шах и мат без масочники. Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без средств защиты. Но действует это правило лишь в тех регионах, где масочный режим закреплен в действующих ограничениях, например, на Южном Урале. Решение Верховного суда ставит точку в попытках ковид-диссидентов рассуждать про конституционное право, отравление через маску углекислым газом и непременное заражение от нее туберкулезом. Под эти действия теперь подведена нормативная база. Согласно решению Фемиды, закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает граждан выполнять требования местных властей. Другими словами, если в регионе официально действует масочный режим, то покупателю без средств защиты на лице не продадут ни соль, ни спички. Жизнь безымянных – подвиг. В День неизвестного солдата челябинца представители общественных организаций и военные возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». День неизвестного солдата отмечают с 2014 года. 3 декабря посвящено тем, кто пропал без вести и безымянным воинам. Почтить их память сегодня у мемориала «Вечный огонь» собрались горожане, представители общественных организаций и военнослужащие. Казаки всегда участвовали во всех войнах. И у нас тоже много неизвестных солдат, которые погибли на поле брони. Разные войны. Поэтому мы чтим всегда этот день и всегда поминаем всех, кто неизвестен, неизвестен и тех, кто известен. Традиционно 38 поисковых отрядов Челябинской области выезжают на вахты памяти. Разыскивают тех, кто погиб, защищая родину. Каждая вахта памяти в среднем поднимает от 100 до 700 бойцов. Но, к сожалению, не у всех находятся именные вещи, не у всех находятся жетоны заполненные. Поэтому где-то процентов 10 бойцов удается устанавливать имена. Следующая вахта памяти пройдет в конце апреля следующего года. Ничего лишнего, только главное. Новости дня одной строкой прямо сейчас. Региональный экологический стандарт, утвержден на Южном Урале. Такой документ принят впервые в России. Это свод норм и рекомендаций для тех, кто оказывает воздействие на окружающую среду. Согласно стандарту, в Челябинской области создается система мониторинга качества атмосферного воздуха. Доступ к ней будет иметь каждый южноуралец. Вводится добровольный публичный экологический аудит для предприятий, а эксперимент по квотированию выбросов распространяется на весь регион. Общественный и коммунальный транспорт переходит на экологичные виды топлива. Городское озеленение происходит по особым требованиям, а площади особо охраняемых природных территорий только растут. Несанкционированные свалки уходят в историю. Их сменяет система утилизации отходов. Еще шесть газовых заправок построят в следующем году на Южном Урале, а сейчас их 14 на весь регион. Для перехода на экологичное топливо переоборудуют более 1300 автомобилей, личный транспорт и грузовой. В случае с последним это не только решит вопросы экологии, но и снизит себестоимость продукции за счет более дешевой доставки. На проекты развития газомоторного топлива в властном бюджете предусмотрено порядка 250 миллионов рублей. Для строительства одной заправки предприниматели могут получить субсидии в размере 36 миллионов. Тем временем цены на привычное топливо, бензин и дизельное на минувшей неделе снова подскочили. Об изменении розничных тарифов сообщили челябинские антимонопольщики. На заправках «Газпромнефтьцентр» дизельное топливо подорожало на 30 копеек. В компании «Регион» рост составил 1 рубль. Также изменился ценник на бензин АИ 95 плюс 25 копеек. Впрочем, в этой сети топливо все равно остается самым дешевым в Челябинске – 43 рубля 20 копеек за литр. Меньше, чем у конкурентов здесь стоит и бензин АИ 92 – 39 рублей. В целом же по стране, по данным Росстата, розничные цены на топливо выросли на 1,9%. Чиновники областного правительства остались без корпоративов. Походы с коллегами в рестораны и торжества внутри министерств запретил губернатор Алексей Текстер. Причина одна – распространение коронавируса. Указания главы региона получили все структуры правительства. Так, перед ковидными ограничениями оказались равны все жители Южного Урала, в том числе и госслужащие. Ранее Алексей Текслер запретил проводить развлекательные мероприятия в заведениях общепита для простых горожан. А с 1 декабря и до конца новогодних каникул приостановлена ночная жизнь кафе, баров и ресторанов. Работать они могут только на вынос и на доставку. Возле областного ожогового центра в Металлургическом районе города оборудовали площадку для санавиации. Сегодня вертолет доставил первую пациентку – двухлетнюю девочку из Усть-Катава. Вертолетную площадку областного ожогового центра строили около месяца. Теперь в шестую городскую больницу смогут доставлять тяжелобольных пациентов самых отдаленных уголков региона. Для этой категории пациентов такая возможность очень важна, поскольку время доставки пациента играет важную, а иногда и ключевую роль в том, как далее будет протекать его заболевание. И в результате влияет и на прогноз, и на исход. Сегодня прибыл первый рейс санавиации. Полет прошел хорошо, условия сегодня хорошие, морозно, облачности нет. С Усть-Катава долетели за час 05. В ожоговый центр доставили двухлетнего ребенка из Усть-Катава. Из-за пролитого кипятка девочка получила 30% ожогов тела. Такая площадь поражения кожного покрова опасна для малышки, поэтому врачи приняли решение транспортировать ее в региональный центр. При поступлении мы оценим его состояние, по возможности сделаем перевязку для того, чтобы оценить площадь и степень поражения кожных покровов. И затем начнется интенсивная терапия в условиях реанимационного отделения. Девочку перевозили в специальных условиях. На борту поддерживали температуру плюс 37 градусов. Сопровождающие медики постоянно следили за состоянием подопечной. Для этого воздушной скорой есть все необходимое. После обследования маленькую пациентку ждет противошоковая терапия. Вячеслав Ватутин, Илья Капелин, Урал1. Челябинские предприниматели оказали безвозмездную помощь новой инфекционной больнице. Несмотря на то, что отделение в Малой Сосновке оснащено по последнему слову техники, в работе с пациентами всегда нужны компактные устройства, например, тонометры и пульсоксиметры. Помогать больницам и горожанам бизнесмены начали еще весной во время первой волны коронавируса. Закупали маски, перчатки, антисептики, формировали продуктовые наборы. Аномальным летом 2020-го установили в третьей областной больнице мобильные кондиционеры. Теперь привезли аппараты компактные, но для красной зоны очень важные. Так пульсоксиметры измеряют сатурацию, насыщение крови кислородом. И за несколько секунд могут показать, что состояние пациента ухудшилось или, напротив, стало лучше. Казалось бы, это небольшие, такие маленькие приборы, но они часто спасают жизнь людям. Поэтому мы решили не оставаться и в этот раз в стороне и помочь уже новому медицинскому учреждению. Кроме того, волонтеры в эти дни помогают сотрудникам 9-й горбольницы. Встречают посетителей, измеряют температуру и выдают маски. Машины во дворах мешают спасателям. Зачастую транспорт паркуют на колодцах пожарных гидрантов. Сегодня сотрудники МЧС провели учения на придомовых территориях. Припаркованные у домов автомобили не раз мешали тушению пожаров. Не так давно подобное произошло и в этом месте. Летом, по-моему, 7 августа у нас произошел здесь пожар. Хорошо, что это было легкое возгорание, которое было потушено силами управляющей компании. Но прибывшая здесь спецтехника, вот так же, как сегодня вы видите на учениях, не могла ни подъехать, ни развернуться, ни оказать помощь в случае серьезного пожара. За прошедшие месяцы ничего не изменилось. Возле дома номер 5 по улице Лесопарковой десятки автомобилей припаркованы так, как удобно их владельцам. Мы прошли по территории с управляющей компанией, дали им свои рекомендации, где необходимо убрать личные автомобили и как-то эти места выделить. То есть нанести на них разметку в летнее время, либо в зимнее время. Установить какие-то столбы, чтобы люди понимали, что в это место нельзя ставить свой автомобиль, потому что он может препятствовать проезду экстренных служб. Нередко автомобили паркуют на колодце пожарных гидрантов, игнорируя таблички об их расположении. В результате забор воды становится невозможен. Часто можно слышать от любопытных наблюдателей комментарии. Пожарные приехали без воды. Однако скептики не знают, что автоцистерну емкостью 3,2 кубических метров воды можно опустошить за 7 минут. А тушить огонь порой приходится гораздо дольше. Сегодня огнеборцы в очередной раз убедились – экстренная помощь может встретить преграды. Периодически бывают такие ситуации, где невозможно проехать к месту пожара. Поэтому приходится разведку развертывания, то есть удаленно от места. Не менее сложная процедура – установка пожарных автолестниц. Для развертывания спецтехники нужна площадка. Если она заставлена машинами, исчезает единственный шанс на спасение тех, кто не может самостоятельно выбраться с верхних этажей. Наталья Кудряшова, Владимир Котегов, Урал-1. Больше половины социальных объектов на Южном Урале недоступны для инвалидов. Таковы результаты исследования, проведенного в 24 городах региона. 30 активистов, люди с ограниченными возможностями здоровья, проверили в своих муниципалитетах определенные места. Это администрации городов и районов, прокуратура и суд, службы судебных приставов. Они пытались попасть в фонд социального страхования, МФЦ, стоматологии, поликлиники, взрослые и детские. Под прицелом оказались дворцы культуры и театры, спортивные объекты и вокзалы. На свое усмотрение активисты могли пополнить список. Впрочем, проникнуть они смогли далеко не в каждое здание. Доступными для инвалидов оказались чуть меньше половины социальных объектов региона. Впереди всего один рекламный ролик. Не переключайтесь. Еще приятно получать подарки за добрые дела. Я активный житель. А ты? Застройщик, который обманул 5000 дольщиков Академии Версайд, вышел на свободу по УДО. Сергей Мануйлов был осужден за доведение до банкротства компании Greenflight. При этом в колонии гендиректор не провел ни дня. Все это время он находился в следственном изоляторе регионального УФСБ. В свое время компания Greenflight считалась одной из самых успешных на строительном рынке Челябинска. Она возводила с нуля микрорайон Парковый и в состоянии ажиотажного спроса распродала еще не построенный Академ. Компанию считали аффилированной с Михаилом Юревичем. Сам Сергей Мануйлов еще в бытность Юревича мэром возглавлял в администрации комитет по управлению имуществом и земельными отношениями. Но после отставки чиновника с поста губернатора у Greenflight начались проблемы. По версии следствия, Мануйлов совершал сделки, которые привели компанию к банкротству. Без квартир остались 5000 дольщиков. Общий ущерб оценен в 10 миллиардов рублей. По статье «Злоупотребление полномочиями» гендиректору Greenflight грозило 2,5 года лишения свободы в колонию общего режима. Но на свободе он оказался на полгода раньше. В Челябинске инспекторы ГИБДД ночью на улице Нахимова задержали уроженца республики Узбекистан. Во время обыска у него обнаружили 60 пакетов с неизвестным веществом. Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Проведенными исследованиями установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пожары, ДТП и другие резонансные происшествия, что произошло в регионе за сутки. Ваш инспекторов ГИБДД заинтересовал ВАЗ 10-й модели, водитель которого грубо игнорировал ПДД. Полицейские попытались остановить нарушителя, однако он продолжил движение. После недолгой погони своевольного шофера заблокировали. Им оказался 17-летний подросток без документов на транспортное средство. Ранее он уже задерживался за аналогичные правонарушения. Машину поместили на штрафстоянку. В отношении опекунов подростка проводится проверка. Около 6 часов утра в районе дома 73 по улице Сони Кривой автомобиль Шкода не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся по встречке Фольксвагеном. После удара последний изменил направление и сбил стоящую на тротуаре девушку. С травмами пешехода отправили на амбулаторное лечение. Поздно вечером в среду на складе, расположенном на Троицком тракте, вспыхнул пожар. Пламя охватило 40 квадратных метров площади. Причиной возгорания стало короткое замыкание в бытовке. Огнеборцам удалось спасти хранящиеся в помещении материалы и изделия. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в школе на улице Елькина. К моменту прибытия огнеборцев администрация школы уже эвакуировала 256 учеников и персонал. Выяснилось, что в санитарной комнате горела бумага. Пострадавших нет, полиция выясняет подробности. Получить бесплатную юридическую помощь могут сразу несколько категорий южноуральцев. Горячую телефонную линию открыло управление юстиции Челябинской области. Работать она будет по будням с 9 утра и до полудня. По телефону 263 3010 специалисты проконсультируют по вопросам сделок с недвижимостью и выселения из жилого помещения. Расскажут о взыскании алиментов, усыновлении и опеке, а также о защите прав детей-сирот. Обратиться на горячую линию можно по вопросам ЖКХ. Это коммунальные платежи, субсидии и меры соцподдержки. Консультации будут бесплатными для большого числа горожан. Например, для многодетных, малоимущих, усыновителей, женщин с детьми до трех лет, а также для ветеранов войны и труда, для проживающих в домах престарелых, инвалидов и детей-сирот. Лучшие студенты юридического института ЮРГУ познакомились с председателем регионального законодательного собрания Владимиром Мякушем. Депутат рассказал об истории создания областного парламента и ответил на интересующие вопросы. Символично, что встреча прошла во Всероссийский день юриста. Своё уступление председатель законодательного собрания начал с поздравлений. В большом зале собралось 20 студентов, призёров Олимпиад. Все будущие юристы. Беседа прошла неформально. Владимир Мякуш рассказал о своей карьере в областном парламенте, вспомнил наставников и отметил тесную связь политики с юриспруденцией. Поэтому воспитание квалифицированных специалистов и привлечение их к законотворческой деятельности имеет большую значимость. Там молодёжь, которая сегодня была на встрече, на них надежда возлагается, потому что они интересуются политической жизнью, они интересуются решением социально-экономических проблем, они интересуются и строят свою карьеру. У них ложится тяжесть оформления всех законов, выдача заключений, проверка, мониторинг. Это как раз те студенты, которые учатся на этой НИИ. С пикер регионального парламента не скупился на советы, рассказал, как стать депутатом и призвал представительниц прекрасного пола пополнить ряды законотворцев. Беседа с опытным политиком и депутатом напомнила студентам о важности изучаемых дисциплин. Интерес, безусловно, появился. И попробовать даже на летних практиках, например, поработать здесь, я думаю, это было бы очень неплохо. Встреча традиционно закончилась знакомством студентов с «Жемчужной Заксобрания» Музеем истории парламентаризма в Челябинской области. Экспозиция демонстрирует истоки Института представительства на Южном Урале, его развитие и современное состояние. Наталья Шмухаметова, Владимир Котегов, Урал-1. Южноуральцы собирают средства для помощи осиротевшей семье. 34-летняя Юлия умерла из-за проблем с сердцем. У нее осталось трое несовершеннолетних детей. Сейчас за 11-месячной Николь, 5-летняя Александра и 10-летним Владом присматривают их тетя. У младшей сестры, погибшей Юли, есть еще и свой ребенок. Ему полтора года. Все это время большой дружной семьей они жили в одной квартире. Пока не случилось несчастье. У меня сестра с лета как бы мучилась, жаловалась на здоровье. То у нее одышка, то у нее там руки не имеют, мочки не имеют. И начала обследование проходить. Заключение показало, что у нее сначала порог сердца, потом с клапаном непонятно, я не могу даже это слово выговорить. Несколько дней назад Юле сделали операцию на сердце. Но это не помогло. Молодая женщина скончалась в больнице. Я всю ночь не спала. У меня прям какая-то фигня в голове происходила. Я ходила, музыку грустную слушала, там маму с братьями вспоминала. И время уже 9 часов, как бы, думаю, надо же поспать, пока малявки спят у меня. Пойду-ка прилягу на часок. И все, у меня начинает телефон звонить, звонит, звонит. Ему, да что происходит уже такая, алло, ты, говорит, уже слышала, Юля умерла. Я говорю, что? Я как бы вообще, у меня как сердце заболело, прям реально прям сжалось так. Я, да ладно. Для Алены это стало настоящим шоком. За 5 лет она похоронила двоих братьев, маму и бабушку. Сейчас за ними ушла старшая сестра. Труднее всего на вопрос, где мама, было ответить старшему племяннику Владу. Он ко мне вот так вот подошел и вот так вот на меня голову положил. Я говорю, Влад, я говорю, я вас не оставлю. Все, он сначала ходил, да нет, вы говорите, типа, что вы обманываете. А потом я слышу, он просто тут на полу сидит и вот так вот, нет, вот так вот делает. Мужа у Алены нет. Единственная статья доходов – пособие. Сейчас, пока решается вопрос, с кем останутся дети, приходится в прямом смысле выживать. На проблему девушки отозвался благотворительный фонд «Эстафета доброты». Наш фонд уже длительное время помогает людям в трудной жизненной ситуации, особенно многодетным семьям. Вот. И нас многие знают. И, соответственно, когда случаются какие-то такие неординарные вещи, обращаются к нам, пишут, просят помочь, подключиться, информируют. Вот. И вот одна из многодетных мам, которая тоже получает от нас помощь, написала мне сообщение, что вот в воскресенье умерла мама, опять же, из подопечных нашего фонда. Сейчас волонтеры хотят помочь сделать косметический ремонт в квартире. По возможности привозят продуктовые наборы и игрушки для малышей. Все, кто хочет оказать помощь большой семье, могут перевести средства на счет фонда или поддержать едой и одеждой. Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой. Прямо сейчас. Решить ковидные вопросы челябинцы теперь могут через портал госуслуг. Из-за растущей нагрузки на медучреждения на сайте появилась опция, которая позволяет сообщить о проблемах при звонке в скорую или поликлинику. Алгоритм на госуслугах простой и интуитивный. Нужно зарегистрироваться или авторизироваться на портале. Заполнить электронную форму сообщения с кратким описанием ситуации. И ждать ответ в личном кабинете или по электронной почте. После этого челябинцам необходимо оценить решение вопроса. Напомню, для решения проблем с вызовом врача и консультации по множеству ковидных тем на Южном Урале был запущен единый бесплатный номер 122. Доходы южноуральцев падают, а накопления растут. Агентство РИА Рейтинг выяснило динамику банковских вкладов с апреля по сентябрь. Средний размер депозита на душу населения в Челябинской области вырос на 3200 рублей. И это на 3,2% больше, чем год назад. На банковском счете в среднем находится 137 800 рублей. В целом валовый объем банковских вкладов в регионе увеличился на 2,4%. При этом сами южноуральцы говорят не о росте, а о снижении своих доходов. Добавлю, что такая ситуация происходит по всей стране. С апреля россияне положили на депозит 1 триллион 300 миллионов рублей. Социально значимый бизнес на Южном Урале получит гранты из регионального бюджета. К примеру, претендовать на них смогут предприятия по оказанию услуг незащищенным слоям населения. И это, по словам чиновников, совершенно новое направление поддержки. Кроме самих грантов, а также займов, гарантий и обучающих программ, представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на аренду офисов в бизнес-инкубаторах. На эту программу предусмотрено 44 миллиона рублей. Первая Олимпиада по энергетике для школьников пройдет в Челябинской области. Ученики расширят свой кругозор по энергобезопасности и энергосбережению, узнают о важности электрической энергии в быту. Рассчитан проект на школьников с 6 по 9 класс. Подключиться к нему могут все образовательные учреждения области. Отборочный этап продлится до середины декабря. В нем три блока вопросов и творческое задание. Жюри отметит не только точность ответов, но и оригинальность. Победители получат в подарок современную электронику, а их школы – оргтехнику. Мировая премьера уникального альбома на сцене Челябинской филармонии презентовали коллаборацию барда Олега Митяева с симфоническим оркестром. Насладились любимыми композициями под новые аккомпанементы глава региона Алексей Текслер с супругой. Для песен Олега Митяева наступила новая музыкальная жизнь. Решение записать альбом совместно с Челябинским симфоническим оркестром музыкант принял быстро и тут же приступил к реализации. Альбом создали за год. Сам бард признается – работа с таким сопровождением имеет свои сложности. И это усиливает волнение на сцене. Но когда много инструментов и звучат не те контрапункты, которые звучали обычно, то, в общем-то, конечно, нам нужно еще вкататься. Вот сегодня у нас такой старт, а дальше мы посмотрим. На премьере альбома среди зрителей были и глава региона с супругой. Алексей Текслер признается – любовь к музыке Митяева в нем живет давно. Песня «Изгиб гитары желтый» – это песня, которую я, пожалуй, первую выучил на гитаре, когда учился в середине 80-х годов. И мои друзья знают, что если я пою, я обязательно ее исполню. А по словам Ирины Текслер, одна из самых известных песен барда сыграла ключевую роль в становлении ее семьи. 20 лет назад Алексей Леонидович, когда пришел делать предложение, он именно перед моими родителями… Да, ну все секреты-то не рассказывай. Именно исполнял песню «Изгиб гитары желтой», да, пел, и чем, в общем-то, уже никто, ни я, ни мои родители не могли отказать. Альбом включает в себя 20 композиций, часть из которых еще никто не слышал. Сюрпризом стали и неожиданные инструментальные штрихи. Вдруг играет балалайка, понимаете, вдруг играет мелодический инструмент физгармоника, понимаете, вдруг играет баян соло и так далее, или саксофон соло и так далее. То есть это уже внутри оркестр. Поэтому все время есть какая-то небольшая изюминка. Наталья Шмухаметова, Владислав Шашмаренков, Урал-1. Национальный парк Таганай вошел в число лучших мест для экотуризма в России. Рейтинг составили специалисты портала natura-rush.travel. Горы в самом сердце Южного Урала они назвали раем для любителей пеших путешествий. Компанию Таганай в рейтинге составили прибалтийский национальный парк и несколько заповедников, среди которых Алтайский, Кавказский и Ялтинский. Таганай был создан почти 30 лет назад. С тех пор привлекают туристов маршрутами разного уровня сложности. От однодневного на Черную скалу, а на по силам даже первоклассникам, до многодневных восхождений на вершины. В этом году из-за пандемии и ограничений на Таганай пропала так называемая сезонность. Теперь туристы массово едут и летом, и зимой. Причем не только по выходным, но и среди недели. Ранее провести Новый год в этом нацпарке рекомендовал своим подписчикам блогер-урбанист Илья Варламов. Перелет из Москвы он назвал простым всего 2-2,5 часа, а билеты копеечными – 5000 рублей. И это все на сегодня. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Увидимся.